Здравствуйте, добро пожаловать на канал, с вами Юлия Лысенко. На этом канале мы обсуждаем недвижимость и ипотеки в Соединенных Штатах Америки. В сегодняшнем видео я непосредственно хочу обсудить мой любимый штат Флорида, но я буду обсуждать минусы штата Флорида, почему сюда не стоит переезжать. Недавно я записала видео о плюсах штата Флорида и посчитала, что будет справедливее, записать и минусы, потому что, скорее всего, не существует такого штата, который идеален и никаких нету минусов. Но если, конечно, такой есть, оставьте в комментариях, мне интересно его посетить, я еще такого не видела. Я считаю, что для многих это видео будет полезно, особенно для тех, кто собирается переехать в штат Флорида и решает, подходит этот штат или нет. Я живу в этом штате почти 15 лет, была практически во всех штатах Соединенных Штатах Америки и мне Флорида подходит. Но в нем есть минусы. Итак, первый минус, который я ставлю на первом месте, это насекомые. У нас тут есть разные насекомые. Есть насекомые, которые кусаются, а есть насекомые, которые ползают и просто пугают людей. Они, конечно, есть не везде, но в основном в штате Флориды есть много комаров и мошек. Есть даже определенные сезоны, где появляются определенные мошки, а комары живут круглый год. Поэтому, если вы ездите по сабдивиженс, по маленьким городкам, которые находятся рядом с озерами, с болотами, вы увидите, что в основном каждый дом имеет такую сзади сетку. Это сетка для того, чтобы люди могли выйти на улицу, в огород, в их бэк-ярд, обычно там бассейны, и могли спокойно посидеть, чтобы их комары постоянно не кусали. Всегда, наверное, я даже не знаю такого местечка в Флориде, где нету ящериц. Они везде. Но они совершенно безобидны. И я думаю, что к ним можно привыкнуть. Я сейчас вижу ящериц, они мимо пробегают. Ящерицы и ящерицы. Они не кусаются, никому не мешают. Единственный плюс в этом минусе, это то, что если вы находитесь рядом с пляжем, или живете рядом с пляжем, или планируете быть рядом с океаном, там, где соленая вода, там, где бриз, там у вас не будет никаких насекомых, блаженства, ни мух, ни комаров, ничего. Потому что соленый воздух, видимо, отгоняет всех насекомых. Но ящерицы будут везде. Так что к этому готовьтесь, но к этому я считаю, что можно легко привыкнуть. Аллигаторы. Это второй минус. Или многие их называют крокодилы. Сразу скажу, что это не крокодилы. Крокодилов можно встретить только в зоопарке в штате Флориды. Это аллигаторы, которые тут живут. Они тут, да, как бы местные жители. Но они живут только в определенных местах. Не думайте, что вы приедете в город, и тут будут ходить аллигаторы. Но я живу в городе Санкт-Петербург, штат Флорида. Я тут никогда не видела аллигатора. Но, конечно, если я еду в парк какой-то за город, там, где озера, если я гуляю по этому парку и рядом озеро, я смотрю в оба. Это значит, я смотрю по сторонам и под ноги, потому что никогда не знаешь, где ты можешь встретить аллигатора, когда находишься в штате Флорида. Есть такие subdivisions, опять же, на окраине города, которые имеют озера. И да, жители говорят, у нас там живет аллигатор, но он никому не мешает. Они к нему привыкли. И даже некоторые придумывают имена этому аллигатору и живут как-то спокойно. Но, опять же, едете в парк, приготовьтесь, что может быть аллигатор. Естественно, если вы находитесь рядом с пляжем или на пляже, такого ничего вы не увидите. Но, раз мы заговорили о пляже, третий минус – это акулы. Они есть, скорее всего, это понятное дело, что они есть, так как у нас тут океаны, море. Если вы любите глубоко заплывать, то как бы вы берете на себя небольшой риск, то, что вы можете встретить акулу. Но на самом деле это, на мой взгляд, большая редкость – встретить акулу. Хотя иногда я слышу истории, что люди встречали акулы, но смертельных случаев – это просто какие-то были бы breaking news, если бы что-то случилось. Единственный случай я слышала, когда на самом деле человек прыгал и прыгнул, ну, прыгнул прямо на акулу, и она его, ну, в принципе, съела или так, ну, покусала, что он умер. Это было 10 лет назад. То есть, ну, понимаете, что это очень-очень-очень большая редкость, но она существует. Поэтому, если вы идете на пляж, как бы, имейте в виду, что вы можете встретить акулу. Следующий минус в штате Флорида – это штормы. Харикейс, как мы их называем. Наверное, для вас не секрет, что если идет шторм с Карибских островов, то, скорее всего, он или напугает штат Флорида, или придет в штат Флорида. Поэтому у нас даже есть такой сезон, он начинается, наверное, с июня, заканчивается в сентябре, в конце сентября, когда у нас сезон штормов, и есть шанс, что хотя бы один город в штате Флорида за один сезон пострадает. На это есть, естественно, страховки разные, страховки на наводнение, home owners insurance, но, как бы, да, бывают такие моменты, которые очень некомфортабельны в том плане, что вы сидите, смотрите новости и ждете, каждые пять минут проверяете, куда этот шторм направился, и куда он идет, с какой скоростью, какой шанс, что он придет в ваш город. Как бы, это, конечно, на самом деле есть минус, но в зависимости, опять же, в зависимости от города, где вы находитесь, естественно, чем ближе к пляжу, тем у вас больше шансов, чем ближе к югу Флориды, тем у вас больше шансов, что шторм к вам придет. Но, опять же, на это есть предупреждение, вы будете знать за несколько дней, что к вам идет шторм, вы можете всегда эвакуироваться, у вас есть страховка даже, если что-то случится. Как бы, тут минус, но его можно предусмотреть. И последний минус, который бы я отнесла к штату Флорида, это погода. Погода. Знаете, когда я записывала видео о плюсах, я тоже сказала погода, потому что погода имеет и плюсы, и минусы. Да, у нас отличная, солнечная, теплая погода, круглый год, не надо ни снег гребсти, не одеваться в куртки, в пальто, у нас всегда тепло, это как бы, да, огромный плюс, но у нас есть сезон жары. Он начинается в июне и заканчивается в сентябре. То есть, вот эти месяца очень жарко. Не просто жарко, а еще и влажно. То есть, когда вы выходите на улицу, вы пройдете пять минут, вы уже, у вас одежда уже будет такая влажно-мокрая. Поэтому вот именно, скорее всего, июль-август особенно это те месяца, которые я стараюсь особо не выходить на улицу. Ну вот, ну это офис, дом, машина и все. Потому что, ну, очень жарко на улице. Хотя, если вы идете на пляж, там есть бриз, конечно, намного легче перенести эту жару. Особенно, если вечером идете, то вообще отлично. Но, если вы живете где-то инленд, то есть, где-то в глубине материка, штата Флориды, жарко будет и днем, и вечером, и ночью. Температура не спадает, всегда жара. Даже когда вы увидите 90 градусов, это вроде бы не 100, но они чувствуются больше, чем 100, потому что высокая влажность. Так что, вот вам минусы, на мой взгляд, те самые такие главные минусы, которые вот я продумала и вспомнила. Да, вот эти минусы, на самом деле, которые могут, скажем, может быть, повлиять на ваше мнение о Флориде, о том, переезжать сюда или нет. Я считаю, что нужно всю информацию знать, чтобы прийти к выводу, подходит вам это или нет. Естественно, есть и другие минусы, но где они не бывают. В каждом штате есть свои минусы. Где-то землетрясения, где-то еще какие-то там наводнения. Ну, вот это вот именно по штату Флориды. Надеюсь, вы нашли это видео полезным. До скорых встреч, до свидания. Юлия Лысенко. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить мои следующие видео. И если есть какие-то вопросы, опять же, оставляйте в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Пока-пока!